Приглашается Котельников Виктор Владимирович, преподаватель детской школы искусств имени Балакирева, город Ярославль, композитор, лауреат всероссийского конкурса в номинации лучший преподаватель школы искусств, дипломант всероссийского конкурса фестиваля композиторов, посвященного столетию Тихона Хреникова. Тема «Педагогический репертуар как основа для успешной и комфортной работы с учащимися на начальном этапе обучения». Здравствуйте, добрый день, уважаемые коллеги. Всех, конечно же, с праздником. Я продолжу, наверное, вот этот разговор предыдущего докладчика. Вот интересные, хорошие слова были произнесены, чтобы урок не превращался в рутину. Так вот, значит, вся моя жизнь также связана с музыкальной... Что-что? Не развлекал в курсе. Однозначно, да-да, однозначно, конечно, конечно. Однозначно, абсолютно согласен. Ванечка, садись, я тебя представлю. Вот, значит, ну, поскольку вся моя жизнь связана была и продолжается с детской музыкальной школой, с воспитанием юных музыкантов, поэтому я тоже неравнодушен к репертуару. Проблема репертуара была для меня всегда предельно актуальна. И, в общем-то, на протяжении всей своей деятельности и по сей день я пытаюсь что-то создавать, что-то искать, и, значит, соответственно, чтобы вот этот созданный репертуар был полезен не только мне, но и моим коллегам всем. Сегодня я представлю свой сборник, который вышел в 2019 году. Этот сборник называется «Стихи в музыке». Может быть, кто-то уже владеет этим сборником. Презентация была на третьем московском конкурсе имени Бориса Трояновского. И, тем не менее, я еще разочек хочу поговорить об этом сборнике. Значит, почему он появился? Желание было следующее. Чтобы у педагога на столе было педагогическое пособие для... Буквально, вот помните, раньше были такие сборники «Первые шаги музыканта». Так вот, нечто подобное для первоклассников, чтобы вот этот урок... Во-первых, мягкое вхождение в искусство, в музыку, через стихи и музыку. Значит, большинство пьес в данном сборнике, они имеют стихотворное сопровождение. Поэтому стихи, они всегда оживляют урок, они задают ритм, они задают настроение. Урок получается очень живой, интересный. И, значит, самая главная достоинство, наверное, этого сборника, коснусь немножко методики, когда мы с ребенком, с учеником первого класса поработали с правой рукой, наступает тот момент, когда мы начинаем подключать левую руку. Это самое сложное. Более того, значит, ребенку, как правило, сложно последовательно нажать два ладика. То есть, не у всех это получается. А вот, когда ребенок нажимает одну нотку, и через открытую струну дальше нажимает следующую нотку, это физиологически очень-очень и очень легко. Как раз вот этой проблеме посвящены первые десять пьес в этом сборнике. Ну, вот такова задача появления этого сборника. Сейчас я настрою инструменты. Ну, продемонстрирую, кто не знает. Значит, что значит нажатие нотки с чертованием английской струны? Первая пьеса называется «Я учусь играть». С трунки нажимать, но и стали мне друзья, жить без них никак нельзя. Ну, пожалуйста, значит, «Я учусь играть с трунки нажимать, но и стали мне друзья, жить без них никак нельзя». И так далее. То есть, мы нажали, ребенок нажал одну нотку, а пьеса, она уже получилась. Вот именно вот эту задачу я и преследовал. Значит, Ваня Булатов, учащийся третьего класса нашей школы Ярославской, пронимансирует несколько пьесок за райанием Людмила Олеговна Воленковская, преподавателя нашей школы. Так, Ванечка, пожалуйста, все. Ваня Булатов. Кто там в школу идет? Это я. Инструмент свой несет? Это я. Будем песенки петь и играть, работы водить, весело жить. В следующей пьесе мы попросим. Мы выключаем оставшиеся три пальчика, но опять же исчередовали его крыльные струны. Более того, когда мы подходим к мизинцу, к четвертому пальчику, в лутах поставлена люфт-пауза, преподаватель сам ставит мизинчик, и после этого ребенок продолжает играть. Что там у нас? Маленькая мышка, маленькая киска, маленький зайчонок, и большой слонек. А потом скажем. Поехали. 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 Давайте поставим крутой бюзинчик и... Учимся играть бюзинчиком. Так, значит, наша Даня громко... Маша, наша Маша, пардон... Громко плачет, потеряла карандашик. Нет, наша Маша растеряла. А, растеряша потеряла карандашик и ищет, ищет не найдет, громко, горько плачет, слезы льет. Поехали. А про маму? А сейчас мы будем петь. Громко плачет, потеряла карандашик и ищет, ищет не найдет, Громко плачет, слезы льет. Мама Машу успокоит, карандаш ей приготовит, скажет Машеньке, любя, будь внимателен навсегда. Да. Спасибо. Дальше слово мы подключаем три пальчика, и у нас наша задача. Значит, люфт-пауза перед тем, как ребенок нажимает нотку мизинчиком, люфт-пауза преподавателю ему помогает, и в этой же песне ученик первый раз использует большой пальчик. Это несложно, один раз нажать соответствующие лайки. У мальчиков пять пальчиков, у девочек пять пальчиков. И перечисляем. Поехали. У мальчиков пять пальчиков, у девочек пять пальчиков. Ну, да. Скажем, что... Не спеша, поставим пальчик. Тельâtчик… А еще. И большой. Что там дальше? Мои зверятки. Мои зверятки. Цып-цып-цып-цып-цып-лятки. Мяу-мяу-котятки. Что там у нас? Гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав-гав. Разбужу я всех сейчас. Пожалуйста. Гав-гав-гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Рано утром на рассвете Кто играет на свирели? Пастушок, пастушок. Рано утром на рассвете Кто разбудит звонкой трелью? Пастушок, пастушок. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Вы знаете И в наше время С принятием вот этих Не очень хороших для нас Предпрофессиональных программ Большую роль играет Крупная форма Я ничего не буду говорить Григорий Кузнецов Гриша выходи В этом году он закончил нашу школу По классу Балайки И как раз на выпускном экзамене Он играл мою вторую детскую сонату У меня их две Я думаю, что вот этот репертуар И причем могу откровенно сказать Что крупная форма А человеку нравится снега И ему нравится ее играть Ну, что мы с вами Спасибо Спасибо Играет музыка 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 филармонического русского оркестра имени Анатолия Бардина, заслуженный работник культуры Красноярского края. Тему Вера скажет сама, потому что сегодня премьера. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я бы хотела большую благодарность выразить организаторам за приглашение на этот замечательный праздник. И поздравляю вас всех с праздником Балалайки. Хотела бы сегодня вам представить свое новое сочинение, трилогия для Балалайки соло, для Балалайки без сопровождения. Да, можно ознакомиться. Это сочинение у меня возревало много лет, наверное, лет семь. Сначала появилась на свет Былина. Там еще есть вторая часть «Песнь» и третья часть «Припляс». Былина появилась самая первая. Она уже исполняется по России, является как бы самостоятельным произведением, за что я благодарна исполнителям, которые ее играют. Родилась она совершенно спонтанно. Я просто перестроила третью струну ми на ре, и меня вдруг вдохновило на написание какой-то музыки, которая уходит в глубины истории Руси. Я в то время еще читала как раз книгу о Сергии Радонежском, и как-то у меня все воедино слилось, и полилась музыка сама собой. И так появилась Былина. Потом она претерпевала многие изменения, было несколько редакций. И потом, когда я уже подумала, что в принципе можно показать балалайочку как и пивунью, и плясунью, я решила написать «Песнь» и «Припляс», объединить все это в трилогию и уже наконец издать редакцию, на которой я сейчас остановилась, потому что творческий процесс бесконечный, вы все знаете, что можно бесконечно редактировать, шлифовать музыку. Поэтому я уже решила остановиться на вот этой редакции, которую сейчас вам представлю, и в сборничке уже зафиксировала. И еще хотела бы сказать, что посвятила я это сочинение своему учителю, дорогому профессору, заслуженному артисту России Владимиру Александровичу Аверину. Мы, когда у него все учились, он всегда очень часто давал в своем классе сочинения для балалайки без сопровождения, потому что он говорит, это показатель исполнителя. Здесь как раз можно раскрыть все прелести нашего инструмента, показать тембровые краски, весь арсенал технический показать. И в принципе это другая мера ответственности, когда на сцене сидишь без концертместера и исполняешь сочинения, все вы это прекрасно знаете. Поэтому я решила посвятить это сочинение Владимиру Александровичу Аверину, чтобы порадовать его еще дополнительной какой-то музыкой. Надо сказать, что и сам он тоже написал для балалайки соло. У него есть тоже известная пьеса «А и где ж это видано?» и «Калина Красная» тоже он написал, но нотки он мне пока не давал. А где ж это видано? Тоже играет по всей России. Поэтому продолжая его, так сказать, родение и стремление обогатить репертуар сольными сочинениями, я хотела бы вам представить трилогию «Былина. Песнь и припляс». Спасибо. 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 Песнь. У меня сочинение это имело разное название. Сначала я хотела назвать ее «Песнь Берегини». То есть у меня там образ такой какой-то больше природный. Березы, березы, поля, озера, реки красивые, вся красота Руси, хотелось передать вот что-то такое. И как будто какая-то берегиня властвует над этим всем, оберегает, охраняет. И вот я назвала сначала песню «Берегини». Затем у меня край березовый был. Потом уже когда я назвала «Былина» и «Припляс», я уже подумала, что тут надо по жанрам. И уже просто назвала песню. Поэтому, в общем-то, песню «Берегини». И ела письцена с демоком. В общем-то, песня «Берегини». И вылетает. И это такое. Дальше. И у меня здесь, конечно. Так, очень. И я, в общем-то, не так. Так что я захочу. И я profesю «Берегини». И «Берегини». И я, в общем-то, не знаю. И я не знаю, как говорится. Берегина, да хорошо. И я не знаю, когда ты это очень хорошо хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 любых категорий, вот, и объединили в себе традиции народников-мастеров и современные технологии, что позволяет нам создать стандартное высокое качество инструментов. Соответственно, что мы делаем, и основной вопрос... Далеко? Здесь? Да, вот. Вкратце расскажу, как мы вообще появились. В 2018 году стартовал национальный проект «Культура», в рамках которого школы музыкальные и образовательные учреждения оснащались музыкальными инструментами и прочим другим оборудованием. И в силу своей спецификации мы поставляем очень много товаров различных и столкнулись с тем, что нет качественных фабричных инструментов большого объема. То есть есть какие-то мастеровые инструменты, но их небольшие партии, и, соответственно, не могут мастера-народники покрыть запросы учреждений. Вот. Поэтому мы решили создать свое, открыть производство. И в течение двух лет, с 2020 по 2021, 2019 и 2020 годов, мы разрабатывали свои инструменты. И, естественно, нельзя никак разрабатывать инструменты без музыкантов. Соответственно, мы рука об руку сотрудничали с нашим Пермским институтом культуры. И после того, как мы производили инструменты, мы отдавали их в институт культуры. Музыканты делали какие-то свои поправки, свои высказывания, что мы учитывали. И уже после этого мы, естественно, передавали инструменты заказчикам. В ходе всей этой операции масштабной мы выявили вот как раз-таки эти две проблемы. То, что у частных мастеров нет больших объемов, а у фабрик очень страдает качество инструментов. И, соответственно, в 2021 году мы осуществили запуск серийного производства. И, соответственно, уже многие школы получили инструменты высокого качества. Опять же, что нам помогает и получать эти инструменты? Мы взяли станки из НПЧ и крупные элементы мы делаем на них. Но инструмент почему мастеровой? Потому что дальнейшую всю сборку осуществляет мастер. И, соответственно, мастер уже дорабатывает инструмент. Единственное, что ему упрощает задачу, это то, что все элементы, они уже готовы. Ему остается только собрать, довести инструмент, проверить свое качество работы и уже отдать готовый инструмент. На этапах производства, я думаю, мы особо задерживаться не будем, поскольку это очень долгий, тонкий процесс. А времени у нас и так коротенечко, я понимаю, надо все быстренько нам рассказать. Ну, единственное, что могу добавить обязательно, миссия основная, которую преследует наша компания и наша фабрика, это чтобы музыканты, как начинающие, так и профессиональные, не боялись прийти просто в магазин и купить инструмент. То есть, как, допустим, есть практика с гитарами, с классическими, с любыми электрогитарами, ты приходишь в магазин, берешь, к примеру, там, Мейтен, Фендер и идешь спокойно, зная, что это высокое качество. Также мы хотим сделать и с народными инструментами, чтобы люди могли прийти, купить и спокойно уйти, не сомневаться в том, что качество инструмента будет высокое. Ну, и напоследок вы можете посмотреть инструменты в зале, соответственно, оценить звучание. И если возьмут какие-то вопросы, я на них готов всегда буду ответить. На этом спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Желаем процветания пермской фабрики. Лапину. Приглашается Чаодаев Эдуард Сергеевич, студент Московского государства Института культуры, город Москва, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Его тема звучит так. Класс балалайки-бас и балалайки-контрабас в детской школе искусств и детской музыкальной школе. Ну, наверное, нужен он или не нужен, да? Да, здравствуйте, приветствую всех, очень рад здесь находиться и быть. И как раз-таки смотря в расписание, глядя в свое имя, хочу немножко рассказать о себе. Мне посчастливилось закончить два учебных заведения по балалайке-контрабас. Это Томский музыкальный колледж имени Эдисона Васильевича Денисова и Московский государственный институт культуры. Случилось это абсолютно недавно, именно по классам балалайки-контрабаса. Посчастливилось мне это сделать. И как раз-таки, глядя в тему класс балалайки-баса и балалайки-контрабаса в ДШИ и в ДМШ, она меня сама немножечко вводит в некоторый ступор и заблуждение. Потому что за все эти годы преподавал я в ДШИ и в ДМШ только в качестве практиканта. Я посчастливилось мне быть и в Томске, и как раз-таки у нас в Химках и в Москве. И действительно, стоит вопрос, а нужен ли класс балалайки-контрабас вообще в принципе, так как это была тема моей выпускной коэффициентной работы, и безусловно в ДМШ. Какой у нас есть тезис по этому поводу? То, что практика вместе с балалайкой-контрабасом значительно опережает теорию, существующую по этому инструменту, по исполнительству в этом инструменте на данный момент. А почему тема именно про ДШИ и ДМШ меня ввергает? Потому что, я думаю, уважаемые коллеги, вы гораздо больше в курсе, в каком состоянии находится балалайка-контрабас именно в музыкальных школах. Так как я практически именно с педагогикой не сталкивался. Но почему практика опережает теорию с контрабасом в целом? Потому что инструмент есть, исполнительство на нем есть, а методика немножечко отстает. И хотелось бы сказать, что, конечно же, балалайка-контрабас и балалайка-бас в том числе, это в первую очередь ансамблево исполнительство, особенно музыкальных школ. Как я это вижу, как это ансамблево-оркестровое. И действительно, наверное, следует даже не то, что какой-то разработке, претерпеть балалайка-контрабас в целом, а, возможно, быть, даже отдельного преподавания именно коллективными педагогами. Почему? Потому что балалайка-контрабас, она немножко мимикрирует под балалайку, имея плекторное звукоизвлечение в правой руке, что роднит ее с домрой, и немножечко ближе к гитарной постановке в левой руке. Почему, наверное, стоит этим заниматься в музыкальных школах? Потому что всегда есть потребность в исполнителях в оркестре. Зачастую в музыкальных школах вот как раз вижу такую приятную тенденцию дети исполняются в центре балалайка-контрабасе. Я думаю, мы сегодня в этом убедимся. Чуть позже. И, конечно же, требуется, я не знаю, дополнительная подготовка, может быть, в качестве освоения дополнительного инструмента. Почему? Потому что не всегда педагоги по классу, как оркестр, по классу специального инструмента сами не то, чтобы даже владеют балалайка-контрабас, а даже имея и теоретическую базу, и, может быть, даже практическую сами исполняя на этом инструменте, могут показать, подсказать детям, как это делать им самим. А в остальном, безусловно, эти классы, если они каким-то образом будут, может быть, даже моими силами, я надеюсь, в будущем, они, конечно, должны будут решать в первую очередь, проблема исполнения именно как раз-таки оркестровых и ансамблевых партий, потому что сразу же заниматься каким-то, я считаю, сольным исполнительством, именно ДМШ, будет для детей проблематично. Почему? Во-первых, это физиология все-таки. Нужно длинные немножко руки иметь детям, чтобы исполнять. Во-вторых, конечно же, усталость сама, потому что поиграть на балалайке-контрабасу, ровно как и балалайка-прима, всегда говорят, такая присказка, что это силовые инструменты. Помимо всего, конечно же, сама психология. Мне кажется, для того, чтобы действительно гореть и полюбить исполнительство именно на балалайке-контрабас, ну, нужно иметь какой-то характер присущий, ровно так же, как и отбор происходит детей по другим видам исполнительства инструментов. И тут как раз-таки опять можно провести параллели с нашими коллегами-симфонистами, потому что тоже редки случаи, когда и на симфоническом контрабасе происходит подготовка в музыкальных школах. Как правило, виолончель, а потом уже убирают люди контрабас. Но наши симфонисты-коллеги-контрабасисты, они вот как раз относительно недавно, может быть, лет пять назад, придумали контрабас 4 четверти, совсем маленький. То есть он построил по всем делам контрабас, все, пожалуйста, но очень маленький. Нам же гораздо проще. Как раз-таки за нас уже позаботились, у нас есть балалайка-бас. Конечно же, со строем немножечко выше, но я думаю, детям она гораздо более податлива. И у нее несколько больше возможностей именно тоже для ансамблевого исполнительства, ну, допустим, в каких-то малых формах, дуэтах и прочем. И таким образом можно действительно детей, юных исполнителей, то что уж там, может быть, даже и тех, кто повзрослее, заинтересовать таким инструментом. Ну, также, конечно же, мне кажется, если такие классы будут, они решат проблему популяризации вообще этого инструмента в целом. Конечно, у нас есть прекрасные исполнители, которые популяризируют балалайку-контрабас, но именно как сольная. Но, однако, сольная исполнительство это абсолютно не равно тому, что происходит в ансамблях и оркестрах. И, пожалуй, этому больше стоит учить и уделять внимание, даже, как сказать, как некоторая философия, нежели чем, ну, как какая-то либо практика, вот, играть так и по-другому. Ну, и, конечно же, в таком сложном деле, если это делать в ДЩИ и в ДМШ, конечно же, сразу должна быть оценена роль композиторов, авторов аранжировок. Вот как мы сегодня прекрасно продемонстрировали, даже, говорю, очень волнуюсь, стоя за этой трибуной, какие прекрасные есть методические наработки, какие можно вещи делать для того, чтобы заинтересовать детей балалайкой, обучать их, и чтобы они нас радовали своими исполнительствами. Примерно то же самое тогда нужно сделать и у нас в низком нашем ключе, в низком нашем диапазоне. Примерно все, что я хотел сказать по этому поводу, я очень вас благодарю за внимание, приветствую вопросы, и отдельно хочу поблагодарить всех организаторов этого прекрасного мероприятия, оказаться в такой замечательной компании, именитой, да еще и в День балалайки. Действительно, это большой праздник, большая честь для меня. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Действительно, да, обязательно вопрос, интересная тема, но и я думаю, что в каждой школе, конечно, это проблема именно в оркестре, чтобы были хорошие контрабасисты. Это действительно проблема, и преподаватель, дирижер оркестры, преподаватель по классу балалайки, естественно, он ищет этих детей, да, сначала они на премии играют, затем они, он их сажает на бас, на контрабас и так далее, то есть, ну, вы сами знаете, что программа пока еще не написана по контрабасу, пятилетняя, допустим, как я понимаю, потому что туда можно брать только детей больших уже, с 9 до 12 лет, правильно, 12-летнего ребенка, быть может, можно будет с баса начинать и дальше на контрабас. Ну, удачи вам, пишите программу, и утверждать ее, и я думаю, может быть, даже у вас это получится, и у нас будет программа по бас-балалайке и контрабасу. Вопрос, пожалуйста. Я хотел спросить, вероятность микрофона, два лет назад, привезли в школу-экранного контрабас, Сергея Росеева. Которую я принес с собой, и которую я хотел порекламировать. Знаете, это как раз-таки прекрасная методическая наработка для тех, кто каким-то образом, как сказать, либо делает первые шаги в исполнительстве именно в оркестровом, потому что школа все-таки так и называется, классическая школа игры на балаке, контрабасе, оркестр имени Вова Андреева. То есть, как сказать, для меня вот именно эта книга, этот труд, он послужил как раз-таки отправной точкой для написания, как дипломной работы, потому что это впервые, в принципе, то, что было создано многими исполнителями на балаке контрабасе, сольными, эмпирическим путем, оркестровыми исполнителями. Это действительно оказалось вот в таком виде, наконец-то на бумаге, очень хорошо описано все приемы игры, как и что. Отдельное, вот просто можно сказать спасибо, здесь есть оркестровые трудности именно по балаке контрабаса, при том, ну, на таком серьезном уровне достаточно. И это действительно очень помогает. Если бы такая книга у меня бы оказалась бы, ну, я не знаю, лет, ну, не 15, ну, хотя бы 13 назад, когда я только начинал свои первые шаги в плане балаке контрабаса, когда я действительно очень сильно заинтересовался этим инструментом, это было бы просто не то, что каким-то подспорьем, это было бы, скорее всего, базой. Вот. Во многом я согласен, ну, разве что в каких-то мелочах. Ну, немножко я уже привык гамму по своим аппликаторам играть. Здесь предлагаются другие, замечательные, как сказать, это, ну, они тоже правильные, тоже отличные, но я уже привык по-своему. Я так пару раз сыграл по-по-другому, как здесь предлагается. Думаю, тоже замечательно, хорошо, но уже не переучить. Так что вот, отдельная благодарность. Еще я знаю, сейчас Михаил Юрьевич Дзюдзе тоже хочет выпустить свою школу игры. И это будет, я считаю, тоже прекрасно, потому что как раз-таки, ну, вот одним таким взглядом, пусть и тоже очень хорошо обобщенным, опытным, потому что не только Сергей Федосенко писал эту книгу, но и все музыканты. Это как раз-таки продолжение труда Свидзинского, который тоже вот практически всю жизнь посвятил игре на балаке-контрабасе в оркестре имени Андреева. Ждем от Дзюдзе, потому что это будет еще один взгляд на это все, на наше прекрасное исполнительство. И это всегда приятно, когда есть несколько точек зрения, дальше и больше. Спасибо. Спасибо большое. И могу добавить, что спасибо вам большое, что в нашей школе 10 лет назад, если не ошибаюсь, или 8, был класс виолончельного контрабаса. То есть был преподаватель, у нас был контрабас, поэтому, ну, так вот сложилось, как-то детей не стало, но я думаю, что директор идет к тому, чтобы возобновить, и, может быть, действительно у нас и получится и виолончельный контрабас, и контрабас народный, все получится. Но вот могу тоже сказать по нашей школе. Заканчивают дети школу, народники, и у нас есть такая программа, после, когда они заканчивают предпрофессиональную программу, допустим, по классу балалайки заканчивают, или по другим народным инструментам, называется оркестровое музыцирование. Они приходят на эту программу на 3 года и играют в оркестре на том инструменте, на котором они играли. И вот именно 3 года они занимаются, допустим, мы не можем расстаться с контрабасистом, естественно, мы их просто ждем и говорим, а они с удовольствием идут и продолжают обучение. То есть это можно все равно находить какие-то пути и работать над этим. Спасибо большое вам. Спасибо. Приглашается Родин Всеволод Александрович, мастер по изготовлению народных инструментов, город Москва. Современные тенденции в балалайке строений. Вот как-то так вот. В строении. Здравствуйте. Меня зовут Родин Всеволод Александрович. Я представляю семейную мастерскую Александра и Всеволода Родинах. Хотел рассказать вам о электробалалайке и об электроакустическом инструменте. Мы занимаемся с 1988 года. Отец у меня начал делать инструменты. Я уже делаю инструменты в 2016 год. Первый раз, когда мне поступил заказ на электробалалайку, это был 2010 год. Инструмент получился очень удачный. Это была плоская доска с грифом, с подзвучкой гитарной. Самый на тот момент, который только возможно было найти, простой. Нужно это было для того, чтобы человек мог на сцене эффектно выступать и перемещаться по сцене без каких-либо проблем, микрофонов. И выглядело это модно. Далее поступили вопросы уже с Кириллом Алексеевичем. Мы начали сотрудничать наверное в 2016 году. давно уже. Встал вопрос о том, как подзвучивать инструменты, для чего вообще это нужно и как удобно это сделать, потому что с течением времени, вот сколько я занимаюсь, лепили сами таблеточки, устанавливали в подставку звукосниматели, громоздкая вот такая вот висела сзади штука, которую вставляли, все это сваливалось, все это падало, было неудобно. Сейчас же получается наверное первая уже школа игры на электроакустических инструментах существует, в дальнейшем вы услышите о ней. вот, и что мы делаем? Мы устанавливаем инструмент, гитарный предусилитель, выводим джек, все это удобно, чтобы ребенок мог сидеть, играть и не задевать никакие посторонние приборы. В деку, через деку выводится провод в подставку, он снимает весь звук. И на подставке косточка это все имитация гитарной техники. Все это работает качественно, хорошо, потому что ну, так скажем, все у нас подзвученные гитары это уже отработанная давно технология и придумывать, так скажем, новые предусилители не имеет смысла. Лучше экспериментировать с тем, что есть, с разными фирмами, они дадут немного разное звучание, чем хороша именно электроакустическая балалайка, потому что она сохраняет родной тембр инструмента. Вот, можно установить как в инструмент исполнителя, единственное, что многие боятся, потому что может измениться звучание инструмента, но в первую очередь это, так скажем, как правильно это сказать. Не стоит бояться, но если человек не хочет, то лучше купить себе инструмент уже с установленным. Вот, что бы еще хотелось о этих инструментах строить. я хотел как раз предыдущему оратору, Эдуарду, по поводу подзвучки на контрбасы, басы, потому что все это детям очень интересно, дети с большим рвением пойдут на такие инструменты играть, потому что можно играть какие-то современные композиции, добавлять звучание нового, дети потянутся, плюс можно обращаться к мастерам в нашу мастерскую или в любую другую по уменьшению инструмента контрбаса, чтобы ребенку адаптировать его и было удобнее гораздо исполнительством заниматься. Так, что бы еще? В принципе, у меня все. Дальше все, так скажем, покажет Кирилл Алексеевич. Спасибо большое. Приглашаем Кирилла Алексеевича Ячменева. Преподавателя детской музыкальной школы имени Адоевского, лауреат всероссийских и международных конкурсов. А тема такая «Экспериментальный класс электронных инструментов ДШИ и ДМШ». Так точно. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Сегодня мы с ребятами из музыкальной школы имени Владимира Федоровича Адоевского приготовили для вас небольшую презентацию нашего экспериментального класса по электро-балалайке. Я немного поправлю Всеволода Александровича, школы еще нет, но я активно дружусь, разрабатываю. Идея создания такого класса возникла несколько лет назад, после того, как я активно погрузился в эксперименты с электро-балалайкой. Вначале играл свои сочинения сам, а позже попробовал сочинить небольшой репертуар для учащихся нашей школы, чтобы у ребят тоже появилась возможность попробовать в руках электроинструмент, что это такое, вы скоро услышите. Позже к нашей кухне подключились ребята также из других школ. И в рамках ежегодного интенсива, который проходит у нас в школе, ребята готовят большой концерт, играя при этом на классической балалайке, на электробалайке и в составе ансамбля. Чтобы не быть голословной в сегодняшней презентации, нам помогут ребята, которые занимались у меня по электробалайке на недавнем интенсиве, который в начале июня прошел. И сегодня выступит для вас Попова Лада. Это ученица седьмого класса. Занимается она в классе у Андрея Александровича Барановского. И сыграет Лада для вас мою пьеску «Приключения для электробалайки с фортепиано». Как вы видите, помимо исполнителя и балалайки в руках Лады, также находится у ног исполнителя процессор эффектов, гитарный процессор. С помощью этого устройства можно достаточно гибко настроить звучание инструмента, а также при режиме реального времени переключать различные эффекты, что Лада нам сейчас и продемонстрирует. К сожалению, у меня нет сегодня концертмейстера и партию фортепиано. Лада терпеливо выслушает мою партию. выслушает что-то что-то работа на Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты ДimaTorzok 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 Спасибо большое за внимание, дорогие друзья и коллеги. Надеюсь, вам была интересна наша работа. Сейчас мы находимся только в начале нашего пути и еще много предстоит сделать в плане развития репертуара, поиск оптимальных решений в плане инструмента строения с нашими мастерами, которые заинтересованы этой темой. В конце нашего выступления хотел бы выразить свои слова благодарности организаторам фестиваля сегодняшней нашей встречи, в частности Евгению Шигалову за профессионализм, внимательность ко всем деталям, отзывчивость, слова благодарности Всеволоду Александровичу за огромную помощь в реализации наших с ребятами идей. А также хотел бы выразить слова благодарности администрации своей школы, которая позволяет сделать мою работу еще интересней, позволяет мечтать, сочинять и реализовывать новые интересные проекты. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, что бы хотелось сказать. Ну, во-первых, конечно, поблагодарить эту великолепную школу, этот дворец искусства, который смог организовать такой фестиваль. Особенно, очевидно, в этом заслуга директора школы, как всегда бывает. Главное у нас директор. Поэтому большое спасибо за это. Ну, сегодняшний наш семинар был, я бы сказал, очень интересный. Вы знаете, вот мы как-то познакомились в разных сферах деятельности нашего инструмента, включая вот последние звуковые эффекты через звукосниматели, электронику. Единственное, что, конечно, этот зал не предназначен для такого звучания. Тут уже можно было совсем, да, тем более монитор рядышком, да. Но все это интересно. Все, так сказать, методики преподавания, они имеют, наверное, место. Но мне хотелось бы высказать такую мысль, что все-таки наша жизнь не только в этом, но в основном, мне кажется, в настоящем профессиональном мастерстве. Вот чего по части нам не хватает. Мы распыляемся, разбрасываемся. Там надо, да, там надо песенку спеть, там надо вот электронику подключить, там еще что-то такое придумать. А вот то, к чему стремился наш корифей, выдающийся исполнитель Павел Иванович Нечапаренко, вот это высочайшее мастерство доказать, что мы профессионалы, настоящие музыканты, не просто, так сказать, балалайшники там, грубо говоря, исполнители, но и настоящие музыканты. Вот этого, к сожалению, пока что еще не хватает. А это очень важно ведь на начальном этапе обучения, когда мы вот детей. Да, я понимаю, что школа, она не предназначена для такого профессиональной жизни в дальнейшем. Это ознакомление с музыкой, которую все считают, в том числе и я считаю, что каждый ребенок должен пройти через это. Но кто-то же все-таки останется в профессии. И вот если он получит вот эту вот настоящую закалку профессиональную в школе, то его и в дальнейшем ждут, я думаю, что успехи. Тут много качества звукоизлечения инструмента, отношения к штрихам, к приемам игры. Понимаете, тут много таких моментов в профессионалях, которым надо заниматься с детьми. И не надо бояться, что им это надоест. Если это объяснить ребенку, научить его трудиться, работать, он и в дальнейшем, даже если не станет музыкантом, получит эту закалку, умение трудиться, иногда через силу, может быть, интересов каких-то, желаний. Но, тем не менее, все равно все это интересно, это разные направления. Что-то из этого вырастет со временем. Мы уже знаем, у нас есть пример, так сказать, музыканта, который играет в великородной музыке. Это Алексей Архиповский, да, ну, потрясающий, конечно, исполнитель. Но, с другой стороны, это тоже какой-то очень замкнутый круг. И образов, и репертуара, так сказать, и звук. Звучание может быть меняться, да. Техника у нас растет, очень быстро развивается, технологии всякие, может быть, какие-то новые придумают, тембры уникальные. Но хочется все-таки, ну, это мне, я не знаю. Молодежь сейчас немножко по-другому воспринимается. Хочется слышать натуральные инструменты, вот как они звучат, их природу. А ведь природа балалайки, она очень уникальная. Понимаете, почему балалайка нравится во всем мире? Почему играют японцы на балалайках? Потому что в этом звуке, в этом инструменте есть душа. Вот, поэтому вот, опять же, возвращаясь к тому, что все, я всех благодарю, что действительно все было очень интересно. У каждого есть какое-то свое отношение к педагогике, к исполнительству. Вот, и поэтому это наше накопление, которое, ну, в результате, конечно, в конечном итоге выливается в какое-то, ну, настоящее какое-то искусство. Спасибо. Спасибо. Спасибо.